Всем привет! Меня зовут Настя, и вы находитесь на канале, посвященном вязанию и теплым вещам, созданным своими руками. Я вас приветствую в очередном недельном миксе. Сегодня будем говорить о вязании, о творчестве, и я вам желаю дальнейшего приятного просмотра. Всем привет! Сегодня воскресенье, мы буквально 5 минут назад зашли домой, приехали из небольшого путешествия выходного дня, провели два дня в Кахетии, и мне не терпится рассказать вам, как дела, потому что у меня, во-первых, есть прогресс в шале, которую я начала вязать и показала вам в предыдущем недельном миксе, и еще я брала с собой два моточка новой рафи, и тоже хочу показать, что у меня из нее почти уже готово. Начнем, давайте, с шали. Я рассказывала в предыдущем видео, что начала вязать шаль по описанию англоязычного автора. Рашаль называется Элван, и я, наверное, в очередной раз вставлю вам ее фотографию, чтобы вы посмотрели, и я стабильно продвигаюсь. За пятницу я связала очередной мотив, и мне осталось еще связать восемь. Потихонечку она растет. Были вопросы по поводу того, как не закручивается ли край. Край обработан платочной вязкой, но сейчас он немножко закручивается, но, думаю, после ВТО и блокировки с шалью все будет хорошо. Появился новый элемент вот этот вот, такой неплохой, симпатичный, и много-много шишечек. Шишечки будут на протяжении всей шали, и будут меняться узоры, они будут разных форм и разного цвета. Надеюсь, сегодня продолжить вязание, и, может быть, связать очередной элемент, каким-то контрастным цветом. Не смотрела, что это будет, но думаю, что завтра какой-нибудь результат вам уже смогу продемонстрировать. Я провязала уже 200 с лишним рядов, и пока шаль не очень широкая. Вот такой ширины, по-моему, там еще будут прибавки и прибавки. Увидим, думаю, в течение этого недельного микса неплохой прогресс в ее вязании. На этом мы сегодня с ней разговор закончим, и давайте поговорим о том, что я делала в путешествии. В путешествии я с собой взяла новые моточки рафии. Ко мне в пятницу буквально приехала рафия из Китая. Эта пряжа рафии очень похожа на японскую рафию Эко Андари от Хаванако. Она, по-моему, такого же метража, таких же цветов. И по качеству она абсолютно не отличается. Я могу это утверждать, потому что в прошлом году я вязала шляпу из китайской рафии, и мне ее не хватило. Были у меня остаточки Эко Андари, и она у меня даже совпала по цвету с китайской. Поэтому буду утверждать, что это либо одна и та же рафия, либо это просто ее аналог. И какие цвета ко мне приехали в этот раз? Я мечтала о каких-то ярких красках. У меня упал крючок из сумки. И я заказала яркую-яркую оранжевую. Заказала вот такой вот приятный цвет, приятного цвета сиреневого. И крем-бруле. Наверное, так этот цвет можно назвать. И с оранжевым вяжем я уже начала работать. Взяла с собой два моточка. Всего их купила два на маленькую сумочку. И почти завершила ее вязание. Давайте покажу, что у меня получилось. Я хотела связать сумочку для того, чтобы где-то гулять по городу в выходные дни. Не таскать с собой целые баулы, а чтобы была просто маленькая сумка, в которую поместится максимум телефон и кошелек. Так вот, сумка выглядит вот так. У меня получилась вот такая вот яркая, очень-очень летняя сумка с бахромой. И у меня остаток рафии вот. От двух мотков у меня осталось прямо совсем-совсем чуть-чуть. Мне хватило впритык. Что же, как же я ее вязала? Я взяла крючок номер 3, 25. И вязала два полотна одинаковых столбиками без накида. И просто могу вам потом посчитать, если кому-то моя сумочка понравилась, сколько у меня в ширину и в высоту она. Но набирала я 26 петель на крючок 3, 25. Вязала обратно-поворотными рядами две детали. И потом их крючком вместе соединила. Тоже столбиками без накида. Ну а дальше уже нарезала бахрому и просто протягивала ее через получившиеся петельки при помощи крючка. И получилась вот такая вот сумочка. Я на самом деле ее подсмотрела в инстаграм у одного русскоязычного блогера. У нее была очень похожая сумка. Показала ее своей подружке Кате. Катенька очень хорошо и много вяжет сумок из Рафи. Она сказала, Настя, это прям твоя форма. Я решила, что почему бы и нет. Пусть будет одна необычная сумка. Но я думаю, что на этом с необычными сумками я не остановлюсь. Потому что совсем недавно я еще увидела у французской марки Cezanne такую очень красивую сумку с большими-большими крупными рюшами. Это сумка Clutch. Очень объемная такая под плечом. Может быть, я ее тоже буду пробовать повторить. Ну или свяжу нечто подобное. По-моему, я себе сделала скрин и тоже вставлю вам фотографию. На сайте Cezanne этой сумки нет ни в каком цвете. Но она у них мелькала в кадре. И я прямо ее рассмотрела и поняла, что мне такое необычного такого тоже хочется. Как будет сумка застегиваться и как я ее буду носить? Носить я ее буду через плечом. Я брала с собой вот такой вот классный проектный мешочек, который мне подарила подруга. И он замечательный. Он такой оказался удобный. Сюда как раз поместилось два клубочка рафии, крючок и ножницы. И очень удобно было, что она без всяких молний. Просто вот на такой вот симпатичной пуговке. И я просто вытягивала нить. И клубочки прямо здесь и были. Так вот, я связала вот такую вот ручку через плечо. Узор называется, кажется, кусиная лапка. Вяжется крючком. Он очень плотный и отлично подходит для сумки. Такой жгутик получается. Как буду крепить, пока не придумала. Но сегодня, пока мы ехали и меняли друг друга за рулем с супругом, я ручку связала. В принципе, можно будет, наверное, просто пришить. Но мне бы хотелось, чтобы у сумки были какие-то другие аксессуары контрастные. Может быть, это будет кожа. Какая-нибудь кнопочка или что-то подкладку. Не знаю, пока вы дышите или нет. Это возможно и да, но так как сумка довольно плотно связана, я не вижу особой необходимости в чехле внутри. Но, может быть, и буду делать. Пока не уверена. А так это будет вот таким вот образом через плечо перекидываться. Это, по-моему, получилось очень ярко и симпатично и очень-очень по-летнему. Шуршит она так приятно. Знаете, вот напоминает это все о морских каких-то путешествиях. Надеюсь, что в морское путешествие сумка как раз со мной и поедет. Но в городе я ее тоже планирую выгуливать с чем-то однотонным и очень простым. Например, с каким-то льняным платьем. Вот такие вот успехи за выходные. И что я еще планирую на этой неделе? Хотелось бы пошить, хотелось бы завершить работу на балконе. Но сегодня у нас, кажется, будет последний опять теплый день. И снова недельный перерыв от жары. Два дня была отличная погода, поэтому мы быстро собрались и поехали немножко отдохнуть. И не знаем, когда теперь нам это удастся. И удастся ли мне опять наводить порядок на балконе, я пока не уверена. Если этот план будет провальным, то я думаю, что тогда я буду что-то шить и продолжу вышивку, которая уже была начата. Если позволит погода, также буду ходить в парк и заниматься обвязкой квадратов для бледа дружбы. Но снова могу сказать, что это не точно. Такие новости на сегодня. Я вам желаю дальнейшего приятного просмотра. С вами ненадолго прощаюсь. И предлагаю немножечко попутешествовать снова с нами по Грузии. До завтра! Сегодня мы с вами отправляемся в чудеснейшую Кахетию, в город Сигнахи. Город любви, с которым у нас с супругом связаны очень-очень теплые воспоминания. И мы впервые решили провести там выходные с ночевкой. Город маленький, и обойти его будет нетрудно буквально за пару часов, но все-таки провести там выходные целые стоит. Размеренный спокойный образ жизни, солнце, благоухающие розы и прекраснейшие виды на Алазанскую долину. Продолжение следует... 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 скальзывали но элементы вот так вот потихонечку потихонечку появляется этот четвертый всего 11 если я буду двигаться такими темпами я думаю что за три недели я справлюсь с этой шалью было бы здорово можно будет уже начать что-то новое хочется конечно из рафии продолжить вязать и сумки разные но я буду держаться и завершу сначала вот этот вот проект хотя с девочками мы вроде бы собираемся в четверг встретиться повязать и поболтать и шалью не пойдешь обрезать хочется может быть квадраты для пледа с собой возьму если нам позволит конечно погода прогулки вот такие вот новости на сегодняшний день думала сегодня повышевать но что-то потянула еще повязать шаль и буду сегодня ее дальше продвигать может быть начну уже навязывать следующий мотив если успею между мотивами каждый раз есть какое-то расстояние примерно хотя бы рядов 15-20 ну как видите вот этот элемент он очень даже большой намного больше чем предыдущий какие будут дальше не подсматривала я как-то вот терплю и решила что буду узнавать это по мере прочитки описания в каждом ряду себе ставлю пометочку что ряд что ряд провязана и таким образом я пока что ни разу не запуталась и у меня во всех рядах сходятся петли я молодец я стараюсь и буду продолжать в том же духе на сегодня точно уже все увидимся с вами надеюсь завтра как-то в этом видео решила небольшой тур по квартире балкон устроить есть некоторые изменения в гостиной комнате может быть кто-нибудь сейчас узнает даже вот этот уголок на месте вот этой полочки раньше висели мои круглые картины но что-то жизнь меняется и хочется чего-то нового и другого и я наконец-то смогла нашла на смогла найти полочку для коллекции это немецкая старая полка купила я ее на авито мама мне прислала и мне помогли ее повесить и я так довольна давайте посмотрим что здесь так как она раньше на этом месте висели круглые картины у меня остались гвозди поэтому один гвоздь я прикрыла веночком который делала моя мама из початков кукурузы ну а полочка выглядит вот таким вот образом здесь мои маленькие сокровища здесь стоят всякие маленькие домики которые делала моя подружка деревянные домики и еще здесь есть керамические которые я откуда-то привозила думаю что те кто смотрит мои видео самого начала узнают практически все предметы и сверху я просто символично поставила вязаный домик спицами ну и это мой пряжный угол на самом деле на полочке здесь тоже какие-то мелочи всякие швейные стоят и в углу еще висят крючочки домики которые делала моя подруга вот такие вот изменения произошли в этом уголке я все надеюсь что когда-нибудь мы с вами еще будем здесь сидеть и болтать и это будет фоном но пока здесь все еще очень очень темно для того чтобы записывать видео какой-то подходящий момент для этого должен произойти и мы с вами снова здесь тогда встретимся привет сегодня вторник я сегодня весь день провела не дома встречалась со своей подружкой кати мы сидели в парке болтали говори говорили о творчестве не только я только что пробежала домой хочу показать вам прогресс в шале потому что больше мне вам показать абсолютно нечего шаль продвинулась хорошо продвинулась мне осталось совсем совсем немножко до окончания следующего мотива вчера я вам по моему показывала шаль где-то вот здесь и я много довольно провязала за вечер очень приятное занятие очень интересное немножко вот тут вот сейчас проглядывает основной цвет но я думаю что после в то все петли разравняется все будет очень даже красиво постоянно здесь шишечки вывязываются но как-то мне это даже понравилось неожиданно но факт вот такая интересная расцветка ушали это для меня весьма необычные цвета но думаю что будет красиво и с моим пуховиком белым будет здорово но еще с какой-то одеждой тоже буду сегодня продвигать и больше ничего сегодня делать не собираюсь мы с кати когда встречались она мне еще принесла вырезанные кожаные смешные такие бирочки в виде рыбок и я сегодня еще хочу бирочку на сумку на свою рыжую поставить также мы с ней рассматривали моим моточки рафии китайской и подбирали цвета на будущий ремень вроде бы даже определились и я наверное начну его может быть завтра может быть послезавтра когда мы будем еще раз встречаться с катенькой и еще с фотографом свет и будем сидеть болтать и вязать и каждый возьмет свой проект шаль я не понесу а возможно понесу ремень а может быть даже возьму пасмы для перемотки потому что турецкой рафии я купила многое пока даже не начинал ее перематывать и конечно же не начала еще ничего вязать вот такие вот новости что вам еще рассказать еще я вчера вечером в какой-то момент решила что пора остановиться мне немножко надоело и я листала свои книжки по творчеству и наверное сегодня мы очередную книжку посмотрим предыдущем недельном миксе показала две книжки очень-очень мельком и мне в комментариях написали что мало было обзора дело в том что я просто боюсь делать обзоры на книги в которых написано что ничего из книги показывать нельзя поэтому я хотя бы вам рассказала свой честный отзыв что мне предыдущие две книжки по шитью и по вышивке очень понравились но и в этот раз я как какую-то наверное одну покажу в которой я не нашла слов что ничего воспроизводить ни в каком виде нельзя поэтому сегодня посмотрим интересную симпатичную книгу по шитью поделюсь с вами понравилась она мне или нет но забегая вперед могу сказать что я всеми практически книжками очень-очень довольна такие вот новости на сегодняшний день я пошла готовиться уже к вечеру ничего сегодня не делала просто отдыхала гуляла погода сегодня была неплохая было солнышко и просто жалко было это время провести весь день дома поэтому решила что буду гулять гулять и наслаждаться хорошей погодой ну и увидимся мы с вами уже завтра сегодня мы посмотрим с вами книгу русскоязычного дизайнера и автора это татьяна максименко про нее вы уже могли слышать у меня в видео у татьяны выходят прекраснейшие мастер-классы по шитью и по ее мастер-классу я шила по бесплатному органайзер для для ножниц очень красивые очень хорошие подробные описания и у татьяны вышло две книги обе книги я купила по рекомендации и давайте полистаем одну из них я не нашла здесь никакой пометки что нельзя показывать страницы из книги поэтому давайте посмотрим книжка называется текстильные вещицы в дачном стиле 15 пошаговых инструкций и выкроек и на обложка нас встречает вот такой вот симпатичной сумочкой косметичкой в технике петчворк что здесь есть сейчас подробно посмотрим подготовку к работе мы изучать наверное не будем и давайте начнем посмотрите какой симпатичный брелочек в виде кошечки на косметичке которая на обложке изображена и еще здесь есть много милых зверят чудесные фотографии описание все очень очень красиво и подробно и книжечки очень очень недорогие я вам постараюсь ссылочки на них оставить у меня в коллекции 2 1 по елочным игрушкам шитом 2 вот по всяким текстильным милым штукам вот такая вот кошка что здесь я не буду показывать вам конечно подробно схемы поэтому буду показывать только изображение вот такая кошечка которая кстати говоря может стать дорстопером или держателем для окон чтобы ветер сильно не гулял если у вас например окна расположены так что они могут быть в движении во время ветра можно эту косточку набить зерном она станет тяжелой будет служить дорстопером или вот таким придерживателем окон это мне здесь сейчас такая в голову пришла по моему автора была другая задумка и косметичка сама но она очень красиво и чудесно в таком дачном стиле в принципе сюда можно было бы даже какие-то семена положить если она будет подходящего размера и очень очень красивая детализация так здесь у нас идет процесс шитья еще раз фотография брелок наимилейший просто и очень все аккуратно выполнено и действительно подробные мастер-классы по которым вы сможете сшить все что увидите на фотографиях дальше кошелечек который называется чудачное окошко тоже классные очень хорошо по цветам подобраны ткани и еще раз и повторюсь что детализация просто великолепная процесс шитья потом есть пенал который называется дачный сарайчик здесь леечки скворечник и прочие атрибуты которые можно встретить на даче тоже классные мне действительно понравились проекты думаю что однажды что-нибудь из этой книжки я обязательно постараюсь сшить так процесс шитья потом здесь есть еще всякие декоративные фигурки например сытая личка например сытая личка и такие милые уютные текстильные вещицы отлично будут выглядеть действительно в интерьере дачи в дачной беседке и придавать какое-то классное настроение вот так вот выглядит лейка какой что нас ждет дальше дальше нас ждет декоративная тоже фигурка колпак для растений тоже может служить вполне дорстопером или просто можно красиво поставить среди всяких инструментов дачных если они у вас находятся в порядке следующая штучка это контейнер для хранения бечевки очень мне понравилась эта идея и она подойдет не только для огородников можно и на кухне такую штучку приспособить и внутрь положить кулинарный например шнур если вы таким пользуетесь ну и вообще правда классная красивая идея еще по моему будет получше фотографии вот это вот здесь аппликация такая в виде пчелок ну просто просто прелесть мне к ней скотчем понравилась я довольна покупкой следующие шитые аксессуары это будет сад игольница садовая ромашка вот такая вот тоже яркая симпатичная не знаю мне так нравится игольница шитой что я не могу сдержаться и и шью все новые новые то шью то вышиваю вот это мне тоже очень сильно понравилось следующий что у нас здесь будет следующим у нас будет маленькая игольница для тех кто любит брать с собой процессы на отдых и в загородный дом тоже классная шьется не так сложно и симпатичная прекрасный процесс где-нибудь еще фотографии есть вот здесь вот посмотрите какая она снаружи красивая очень качественная печать я действительно ей очень сильно довольна что следующим идет следующим идет органайзер для рукоделия тоже такого дачного формата и посмотрите какая красивая обложка здесь рабочее место швеи очень рекомендую книжки если вы хотите немножко познакомиться больше с шитьем в технике петчворк вам эти книжки однозначно понравится еще есть конверт в виде деревенского домика вот здесь вот вообще классная детализация очень симпатичная сюда действительно можно сложить еще какие-нибудь ножнички или сложить в этот конверт какие-то красивые наклейки если вы например любитель оформлять подарки очень очень симпатичный домик конвертик обязательно мне должны где-то в книжках попадаться сюжеты с домиками я их очень сильно люблю салфетка которая называется летний завтрак тоже очень в таком деревенском стиле и здесь принт выполнен при помощи разных тканей ну прекрасно очень-очень симпатичная следующая штучка который на которой я тоже все время засматриваюсь это ключницы текстильные много видела таких пинтер сте их и вяжут и шьют и вот это с гусиком очень классно очень симпатичный вот еще поближе фотографии посмотрите как это здорово выглядит для дачных ключей точно подойдет потому что сюжеты такие очень-очень деревенские и ну милейшие милейшие работы и классно подобранной ткани смотрите здесь как будто действительно поляна на которой цветут цветы возле дачного домика еще есть фигурка в виде цветочка колокольчик такой и можно все их собрать в целую коллекцию повесить например в беседке на даче идеи очень хорошо и вот это вот вот эти горохи как они красивы мне нравится сюжеты не только редисок в вязании но и горохи тоже очень колоритно смотрится посмотрите как здорово здесь конечно немало работы но мне кажется она того стоит последний ли это процессы или нет да это был последний процесс вот автор книги татьяна максименко как видите книжку я к заказывала на озоне и я оставлю на нее обязательно ссылку а в следующем видео мы с вами посмотрим наверное на следующую книгу этого же автора привет друзья сегодня уже среда я потихоньку продолжаю вязать шали сейчас покажу вам прогресс я остановилась практически на самой середине шали осталось несколько рядов будет центральный элемент середина центрального элемента и дальше я уже пойду вязать с убавками получается очень красиво я пока сегодня выходила на улицу разложила шаль на балконе сбрызнула ее водой и постаралась ее немножко таким образом заблокировать и она немножко расправилась вот чуть лучше видна ее ширина спицы я так и не поменяла номер спиц и сейчас даже не смогу наверно вам ширину шали показать центральный элемент вот такой вот болотно-винного цвета и вот почти к середине я приблизилась по-моему будет красиво очень необычно и могу сказать что у этого дизайнера все изделия очень самобытные не похожи ни на кого и этим они мне и нравятся поэтому я уже вижу вторую шаль по описанию автора это англоязычное описание довольно много дизайнеров особенно скандинавских которые мне нравятся но изделия у них у всех в принципе очень и очень похожие похожие посадка похожая форма например каких-то кардиганов свитеров шапок и все всевозможных аксессуаров а здесь у автора интересные элементы ни у кого я такого больше не видела вот этим для меня очень сильно отличается еще стивен вест почему я вот так люблю потому что он ни на кого не похож и шали у флоренс перлинг студио очень очень интересные ну я рада что я так хорошо двигаюсь хоть и не вижу я целый день сегодня я не провязала неряда вижу я исключительно вечером и будет по моему здорово по длине шаль уже больше метра вот посмотрите какую какая она объемная очень необычная очень объемные очень интересно по цвету получается думаю что после в этой блокировки все будет еще лучше выглядеть будут ровные петли они будут более плотные и энтарсии будет лучше выглядеть но сейчас тоже уже есть понимание того что же это будет вот такой вот процесс буду сегодня продвигать его вечером очень легкая кстати говоря шаль я пока не взвешивала сегодня в разговоре с подругой и сказала ей что шаль наверно не будет весить 200 грамм она мне не верит но у меня какое-то ощущение что она совершенно совершенно невесомо на цвета красивые смотрите нет по моему очень не даже подойдут и о чем еще хочу поговорить я немножко только что закончила продвигать свою вышивку утром планировала ей заниматься но в итоге занималась какими-то хозяйственными делами наконец-то погода сегодня мне дала возможность выйти на балкон я немножко там подмела немножко занималась растениями поливала их и еще я выкорчевывала свой куст глицинием дело в том что он вообще в этом году не вырос и на нем не появились никакие листья значит он видимо перемерз окончательно и он в лице не сидела в большом горшке и я решил что в этот горшок я тоже посажу кусты гортензии пусть у меня с двух сторон будут красивой гортензии цвестия а все остальное это пеларгонии разных видов так что я немножко там навела порядок возможно появится сюжет сейчас после нашего с разговора но не знаю потому что как только потеплела сразу же послышались какие-то звуки с двора стройка и все это заглушало меня целиком и полностью возможно я просто наложу звук и так будет более-менее слышно меня но все это к тому что утром я хотела повышевать но не повышевала потом ездила встретиться с супругом вернулась и решила что сяду на балкон и буду там греться им вышивать ну я так сильно согрелась что в итоге я замерзла скорее чем согрелась потому что дует ветер но вышивка вышивка продвинулась и за силы за сегодня за сейчас буквально за часик у меня появилась вот такая вот птичка и листики вот этой вот звезды или цветочка хочу наверное делать следующим образом я себе поставлю цель каждый день вышивать по птичке птичек в сердечке целых пять и если час посвятить каждый день вышивки то появятся крупные птицы они это самые крупные элементы вышивки и она будет потихоньку но очень заметно все-таки преображаться такие у меня планы все рисунок нанесен на водорастворимую канву от гамма которая очень хорошо растворяется я например в первые дни вышивки перед тем как сесть решила помыть руки нехорошо их высушила меня вот здесь вот появилась проплешина просто нажатием одного пальца поэтому я теперь очень тщательно вытираю руки перед тем как садиться вышивать но буду потихоньку продолжать и мне кажется результат будет очень и очень симпатичный что рассказать еще честно говоря нет даже даже не знаю потому что поглощена и сейчас в основном вся все мои мысли поглощены шалью и завтра только единственное наверное на нашу визуальную маленькую встречу я с собой возьму моточки рафи и попробую начать вязать ремень для этого мне сегодня нужно открыть какую-то книжку по вязанию крючком где есть всякие узоры хочется чего-то не просто столбики без накида или столбики с накидом а что-нибудь интересное придумать и надо этому сегодня тоже еще немножко времени посвятить но думаю завтра у меня уже будет что вам рассказать и показать и давайте завтра и увидимся решила вам показать очень красивые работы которые мне прислали в подарок прислала мне их моя дорогая мал горжата мал горжата мастер вязание крючком она вяжет потрясающие воротнички ну и недавно мне очень часто попадались в пинтерест картинки с филейным вязанием и мы с ней разговаривали на эту тему она предложила связать мне что-нибудь в этой технике я попросила связать сердечко с птичками и в подарок получила целых 4 и это просто невероятно красиво это такая тонкая ювелирная работа так аккуратно выполнена я просто преклоняюсь над людьми которые так красиво вяжут крючком и буду показывать вам сердечки по одному вот на одном сердечке птичка с со скворечником скорее всего с кисточкой все это я планирую это оформить на стену у меня в спальне висят рамы пустые о которых очень часто возникают вопросы у моих новых зрителей и периодически я что-то в них оформляю в этот раз я решила что на лето я пожалуй оформлю сердечки сердечки у меня четыре но в рамы я оформлю 3 и еще одно оставлю и куда-то в другое место помещу и давайте на них на все посмотрим первое выглядит вот так они вроде бы похожи но все-таки они разные на втором чуть-чуть другой орнамент сверху но это сердечко не менее красиво здесь скворечник побольше и в середине скворечника еще есть сердечко просто очень очень мило все это также в комплект сердечком приехали атласные ленты поэтому я сразу смогу все это красиво оформить это сердечко номер два у меня куда-то все время скачет свет я надеюсь что вас это не будет сильно смущать и еще одно с надписью home о виде сердечко тут тоже есть птичка и цветочек это сердце чуть-чуть побольше я думаю что одно из больших сердец пойдет в отдельную раму и 2 пойдут в одну раму одним разом я буду крепить это при помощи обычных швейных булавок если смогу записать процесс то обязательно с вами им поделюсь вот такая вот красота насколько я знаю малгоржата использовала нить от анкор сказав что это самый самый лучший хлопок для вязания в технике филейного вязания я готова в это поверить на все сто процентов потому что выглядит это очень здорово и не на крахмале но очень и очень хорошо держит форму просто ювелирная работа на мой взгляд и еще есть одно сердечко в котором две птички и сердечки одно с другим идет и все так логично так красиво мне так нравится работа в этой технике причем они могут быть разные но я никогда ничего такого подобного не пробовала но если мне сделать такой подарок я конечно же безумно рада и благодарна и давайте попробуем сейчас пойти прямо сразу оформить это на стену не знаю получится ли у меня записать процесс потому что рамы висят довольно далеко и будет ли вам видно но итоговый результат я вам однозначно покажу ну что ж мне кажется это будет очень мило и уютно выглядеть в спальне в моих пустых рамах если у вас возникает вопрос почему рамы пустые они были именно так и задуманы делали это наше коллективное творчество с моими родителями я этими рамами очень очень довольна я с удовольствием на них смотрю и совершенно от них не устаю несмотря на то что они появились на стенах очень и очень давно и давайте повесим сейчас сердечки немножечко не ровно у меня получилось я сейчас это исправлю чуть-чуть передвину к центру у левого сердечка ниточки и думаю что будет очень и очень симпатично чуть-чуть это все выровняю и повешу еще одно вот в эту раму вот так вот у меня получилось еще бы конечно сюда какой-нибудь красивые покрывала тоже светлые пока его нет но я думаю что я задумаюсь уже над этим вопросом и тогда комната еще более светлый будет и еще больше преобразится но мне очень очень нравятся эти сердечки они просто меня даже согревают с мыслями о том что человек для меня специальных дел думал обо мне и вложил в них в свою душу а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok еще появится кажется 1 2 3 3 как минимум еще и всего их будет 5 но немножко работы сделала и все-таки это уже что-то по поводу шарик шар я продвинул я ушла до середины у меня уже начались убавки по краю это здорово осталось элементов всего-то ничего уже вырезана раз два три 4 5 или шесть раз два три 4 5 6 вырезана осталось 5 и петли уже пойдут на убавку кстати говоря прибавки я делал в каждом четвертом ряду но и соответственно убавки также вот такой вот центральный элемент он довольно темный но думаю что все равно все будет очень красиво буду сегодня вечером и и продвигать завтра утром продолжу работать с ремнем наверное вода делаю и вышивкой займусь но кстати говоря когда я завтра утром это собралась делать когда завтра утром я уже буду записывать финальный эпизод этого видео так что наверное мы с вами встретимся и посмотрим завтра только на шаль посмотрите какие цвета симпатичные мне цвета эти очень подходит и здорово что сама шаль не белого цвета такого топленого молока или или кремового цвета этот цвет мне намного больше подходит к лицу такие вот новости сейчас мы с вами наверное немножко посмотрим нашу вязальную встречу с девочками на их процессы но мы очень хорошо провели время девочки огромное вам спасибо я думаю что вы будете смотреть этот влог наша маленькая вязальная встреча происходила в очень красивом парке конечно же мы не могли обойти это стороной и делали фотографии там девочки друг друга фотографировали просто потрясающие парк очень много там цветет роз и вы их еще увидите в кадре в прошлый раз мы когда встречались купили рафию и света принесла показать свой образец из рафии крючком и также она начала вязать на встрече маечку или топ из шелка мы не поняли буретный он или шелк туса ну а катенька вязала сумку из рафии тоже похожего цвета и она для прочности вставляет туда очень очень толстую рыболовную леску это придает сумке отличную форму так что катя вязала сумку свет принесла свой образец но вязала все таки футболку из шелка очень здорово было вместе повязать вязание конечно же объединяет разговаривали мы не только о вязании но просто о жизни и очень очень здорово провели время сидели на лавочке в парке также мы взяли с собой небольшой перекус и катя приготовила нам вкусный ароматный чай в общем мы отлично провели время и решили что периодически будем также встречаться в каких-то разных парках повязать и поговорить девочки так сосредоточенно сидят вяжет очень здорово посмотреть на то как это делают другие ну а также у нас был совместный кадр просто связанием рук в кадре но конечно он был постановочный мы не сидели так мы сидели более расслабленно вот таким вот образом мы сидели втроем посмотрите как это уютно жаль конечно что там не было столов мы бы еще лучше разместились около кати стоит еще очень красивая сумка из рафии с ракушками она ее тоже вязала сама привет друзья сегодня пятница вчера вам показывала начало проекта из рафии и сегодня утром я его завершила вчера но так интересно мне было как получится что я села и сделала обвязку контрастным цветом ремня и вот какой он получился сама вязка почти как у ремня от дольче габбана а пряжка как у сезан французского бренда получилось здорово интересно еще нужно будет немножечко пояс ремень отпарить и буду его носить чем-то очень простым со своими лавандовыми туфлями которые они прямо в тон к цвету рафии и например с черным платьем или с белой рубашкой и джинсами думаю будет очень нарядно и будет такой образ выходного дня думаю не ввести ли на ближайшие перспективы следующий формат видео будет будут такие вязальные дневники в которых я хочу показать вам процесс вязания из рафии от задумки до воплощения в изделии это наверное не будут такие прямо мастер-классы но я буду рассказывать примерно как родилась идея как я компоную рафию как подбираю крючок каким образом буду вязать и готовый результат показывать думаю что начну наверное я с ремешка свяжу похожий в другом цвете и с другой пряжкой и думаю что возможно кому-то это будет актуально и интересно посмотреть как я это делаю потому что это очень очень просто это быстрый процесс если вы смотря мои видео вдохновились на вязание рафии и не знаете с чего начать я вам очень рекомендую попробовать связать ремень он никогда не будет лишним это отличный летний аксессуар он не жаркий он подходит к огромному количеству образов и вяжется очень просто что вам понадобится вам понадобится только пряжка и любая рафия потому что мне кажется что ремень можно вязать абсолютно из любой рафии которая у вас находится в доступе где-то в онлайн магазинах или в оффлайн магазинах это может быть и бумажная рафия турецкая это может быть конечно же рафия испии это может быть рафия от хамонака и кандары или может быть это также рафии от фибро натуробумажной любая рафия подойдет и покажу как я это делаю потому что это очень очень просто и думаю что даже мне не составит труда вам объяснить как сделать такую красоту за буквально один вечер очень довольна результатом и примерку сегодня делать не буду просто уже не успеваю но думаю что как-нибудь даже может быть удастся мне образ сфотографировать вместе с фотографом света я я жду тебя ну и что про шаль шаль продвинулась но сейчас какой-то такой сложный элемент там там присутствует интакси двумя цветами переплетать нити все время нужно плюс в каждом третьем ряду еще много 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 шишечек и я не связала весь элемент за один вечер но я связала больше половины вот так вот это выглядит кажется что ну не сложнее чем остальные элементы но у меня он почему-то очень очень тяжело вчера шел и я его не завершила вязать но это уже пятый элемент останется еще четыре я прямо воодушевлена и надеюсь что я закончу шаль за оставлю себе еще неделю на доработку но на самом деле здесь не нужно будет делать уже больше никакой обвязку нужно будет только спрятать кончики которых не так и много их не миллиард и я думаю это очень красиво будет после стирки после этого и очень уютно и даже мне кажется что я бы дома с удовольствием бы накидывала это шаль себе на плечи и уже придумала как бы я хотела ее примерно сфотографировать так что ждите красивые фотографии еще впереди этим летом процесс двигается и очень очень все неплохо получается расход пряжи просто мизерный у меня ушло очень мало основного цвета но а вспомогательных цветов мне кажется мне вообще по 5 грамм ушло потому что матки не худеют это 25 граммовые матки они все такие же довольно объемные вот такие вот дела с процессами на этой неделе вообще на самом деле для меня они делали было очень плодотворно очень творческая очень много о чем думала что придумывала строила планы и за неделю я успела связать сумку из рафии очень яркую вчера приносила девочкам показать навстречу и только положительные эмоции эта сумка вызвала потому что она действительно ассоциируется с морем с отдыхом с легкостью с воздушностью и я думаю что я с удовольствием буду носить эту сумку на море ну и еще связал ремень продолжила вышивку и процессе очень хорошо растет шаль такие вот итоги этой недели я и очень довольна и буду ждать от вас мнение по поводу формата вязального дневника на канале интересно ли вам будет последить за моими процессами из летней пряжи из рафи ну и я благодарю вас за просмотр этого видео надеюсь что оно было для вас интересным полезным и возможно вдохновляющим показала я довольно много разного вида творчества но не только немножко зарисовки своей жизни как всегда и если вам это видео понравилось поставьте лайк пишите комментарии я всегда с радостью там с вами пообщаюсь полезные ссылки как всегда будут ожидать вас в описании к видео внизу я стараюсь прописывать все то о чем я рассказывала чем я вдохновлялась и если вы вдруг заглянули на этот канал впервые добро пожаловать и буду рада увидеться с вами снова обещаю что увидимся в следующий пятницу предель в привычном недельном миксе но может быть успею еще на неделе выпустить видео про вязание ремня из рафии на этом у меня на сегодня все я вам желаю тепла добра спокойствие если вам это спокойствие приносит ваше любимое хобби делайте то что вам нравится до новых встреч пока пока